Прямо сейчас идет самый волнующий момент в жизни одиннадцатиклассника. Переменные тетрадки уже посади. Остался последний, самый ответственный шаг. Единый государственный экзамен. Горячая пора для курских одиннадцатиклассников началась 26 мая. В этот день проходили экзамены по химии, литературе и географии. Всего ЕГЭ предстоит сдать четырем тысячам курян. Обязательных экзаменов два по русскому и математике. Выпускники шутят. Проверки на прочность царицы наук готовы на все сто. Хоть и бывало, что снились кошмары. Ну, сниться-снилось. Иногда было страшно, иногда понимал, что я подготовился. Но, в общем, прям, чтобы до дрожи не было, но все равно страшновато было. Профильный экзамен по математике в разы тяжелее, чем базовый. Стоит отметить, сдающий базу намного веселее. Тем не менее, настрой только боевой. Мы готовы, ничего сложного нет. Это под силу сдать каждому, кто учился. Мне даже кажется, в 11 классе базовая математика немного легче. Или, может быть, мы просто чуть более подготовлены. Два года усердной работы, мы все сдадим, все будет хорошо. В 44-й гимназии математику сдавали 147 выпускников. Кстати, есть ощутимая разница между базой и профилем. На более сложный вариант экзамена отводится больше времени. Базовая математика сдается в течение трех часов, а для написания профильной математики отводится 3 часа 55 минут. Ну и в качестве допустимых разрешенных предметов ребята, сдающие профильную математику, могут использовать еще линейку. В любом случае, выпускники волнуются, хоть и стараются не выдавать себя. Кстати, статистика говорит, что с каждым годом количество стобальников растет. А специально для тех, кто переживает за результаты предстоящих экзаменов, мы связались с выпускниками прошлого года. Они получили заветные 100 баллов и поступили туда, куда планировали. Полина Зинченко получила максимальный результат по русскому языку, а сейчас студентка высшей школы экономики. Один из главных советов выпускникам прямо сейчас – это терпение, выдержка и уверенность в своих силах. Вы уже сделали все, что могли, проделали достойный, огромный путь. Осталось лишь показать результат ваших трудов на экзамене и смело шагать в следующий, не менее увлекательный этап в вашей жизни. Ну и как главный совет от стобальника, баллы ЕГЭ не главное, главное – это упорство. И то, какой путь будет проделан после сдачи ЕГЭ, и главное – это стремление. Стремление вне зависимости от результатов, потому что они бывают всякие в силу обстоятельств. Бывают и хорошие, бывают не очень. Для выпускников из приграничья в этом году действуют дополнительные правила и рекомендации. 113 образовательных организаций и выпускники 11 классов этих школ могут выбрать, создавать ли им единый государственный экзамен, либо они получают документы об образовании на основании промежуточной аттестации. Поскольку многие из ребят планируют продолжить образование в высших учебных заведениях, для них также предусмотрен особый порядок поступления в высшие учебные заведения. Сложные задания, которым школьники готовятся несколько лет – вполне преодолимое препятствие. Это доказывают и студенты, и те, кто в эти дни только сдает экзамены. Ребята уверены – им все по плечу. Мы все сдадим! Основной период экзаменов продлится до 1 июля, а в сентябре выделят дополнительный период для сдачи основных экзаменов – русского и математики. Впереди у ребят приемная комиссия, поступление в университет и взрослая жизнь. Егор Горожанкин, Алексей Еременко. События дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова